Танюшевка Это последнее село на Украине, потом дальше сейчас там идет таможня и Белгородская область, Россия Это такая глушь Ну, я была вообще в растерянности, я думала, ну что я здесь буду делать Але видно, так было вырешено небом, чтобы міськая девчина потрапила у далеко село Бо саме у Танюшевки Уля зустрела свою долю – Сергія Вони познайомилися майже одразу ж після Ольчиного приїзду Уля почала працювати художнім керівником у клубі, а Сергій, який цікавився сучасною музикою, допомагав проводити свята – дискотеки Треба сказати, що культурне життя у Танюшевки, дякуючи Ульзі, завирувало Було организовано хор, танцювальні колективи, а із концертною програмою Танюшевці об'їздили всі околишні села Отже, не таким же їх похмурим виявилося далеке село За рік після знайомства Уля та Сергій вирішили одружитися Веселие зіграли пышно та весело На ньому была присутня майже вся Танюшевка Там, во-первых, собирается весь клуб, приглашали, не приглашали, не так, как в городе Собирается вообще полный клуб, и дети, и взрослые, и бабушки, и дедушки, и зеваки, ну все собираются Набился полный, тем более художественный руководитель Дома культуры Ну, собралось очень много людей, и там не так, как у нас в ЗАГСах Вот, все официальная часть, все Там это немножко по-другому проходит, немножко душевнее, немножко так Та женщина, которая расписывает, она приглашает родителей на сцену Если кто-то хочет сказать, прямо там говорит все Там поклоны родителям, там очень много добрых, хороших слов говорится Ну, и там еще есть такой обычай Когда приходишь на роспись, нужно испечь каравай, и принести его, и положить на стол Ну, там, когда подходит определенный момент, нужно взять этот каравай Стать, ну, взяться одинаково, да А потом весь зал считает, раз, два, три Когда три просчитает, нужно этот каравай разломить И вот у кого будет большая часть этого каравая, тот будет и глава семьи У нас даже фотография есть Ну, зал сказал, раз, два, три А у нас был каравай красивый, такой румяненький Корочка отваливается, и у Сережи каравай в руках, а у меня это корочка А у вас семьи, значит, должен быть Сережа, да? Так и случилось или нет? Да Я не сказал бы, что так, не совсем, но У нас Папа Равноправие Папа, папа Голова, а мама шея Куда шея повернется, туда и Дело в том, что мы решаем все вместе Мы не можем что-то решить один без другого Все решается совместно Родине Мартинюків уже 11 лет За этот час на свет появились дядки Ярослав и Настуся Красивые у них имена, верно? Сина называл батько самостоятельно А у семьи девчинцы выбирал же Ярослав И с этим связана интересная история Когда 5-летний Ярослав приехал забирать маму Из пологового будинка То незадоволенно запитав Чому народилася девчинка? Вы же обещали братика Далее маленький хлопчик просто розплакался И тогда бабуся Ярослава и Настуси Ульзина мама сказала так Не торбуйся Если ты не хочешь сестричку, то я заберу ее соби Ты ее никогда не увидишь После этого хлопчик, по-перше, перестав плакать По-друге, замислился А потом сказал Тоже, хорошо, оставьте Только, чтобы назвали Настею Ярослав став прекрасной нянькой сестрички Его торбовали все Чому у ней нет зубов? Чому девчинка весь час кричит? Батьки смело доручали хлопчики догляд за немоглям Если кто-то старше его малышку обижал Он всегда стоял горой Настена, это превыше всего у него Он никогда, сколько я знаю их Уже восьмой год Но никогда он в жизни не обижал Настенку Он все время приходит, что у него там радость Все время делился со всем Там даже ту конфетку на двоих они делили Все Настусе уже пять роков Вона дуже артистична и веселая девчинка Знаю багато віршів, любит малювати и танцювати Приймає участь у концертах, які готує мама Мы еще не сказали, что после переезда в Луганск Ольга Мартинюк начала працювать у дитячого садочка хореографом А еще она навчается на первом курсе факультета дошкельного вихования и психологии Ольга Алексеевна захоплена от процесса навчания За несколько месяцев она узнает столько нового и полезного Того, что обовязково знадобится в процессе вихования детей Но психология помогает не только в виховании детей Эта наука может научиться общению Вмению жить у злагоди Ольга Алексеевна научается психологии не так же давно Но готова поделиться с некоторыми секретами С помощью своего ума человек сам может жить в ладу с самим собой и с окружающими Ну, я вам рассказывала такой простейший пример Который может делать каждый Каждый мужчина, каждая женщина, каждый человек Можно вставать рано утром в любом настроении В плохом, хорошем Подойти к зеркалу И сказать там, здравствуй Ну, на себя Здравствуй там, Олечка Или здравствуй, Сережа Или здравствуй, Анжела Сегодня все будет у тебя хорошо У тебя все получится То я себе говорю там, допустим Я сдам сессию, я все выучу У меня все будет хорошо Если будут какие-то неприятности вот сегодня То они не огорчат меня Ну и так далее Ну вот, что вы хотите Вот этот комплекс нужно сделать 21 раз И вы сами посмотрите, насколько это эффективно Как это все помогает Звичайно, у наш час Вище освіта – діло не дешеве Але голові родині Сергій вдається своєю працею А він столяр заробляти на престойне життя І ще на учене навчання Бо Сергій вирішив Якщо дружина хоче – хай учиться Треба сказати, у той час, коли Сергій познайомився із Олею Він нещодавно повернувся із війни З Афганістану Скільки горя, страху, утрат Йому там довелося пережити Знає тільки він сам Війна, ну, перестраїть, конечно, людей На життя зовсім другої зв'яки становиться Потому що, як сказати, попадаємо туда юнці Со шхольной скам'и, можна сказати В життя такого ще нічим не сталкивається Туди проходиш – це вже там, вон, стояще війна Конечно, в первое время це страшно очень, смотри Начинаєш шість ценить, каждую секунду, вот, минуту прожить Меняється, во-первых, становиться більш раз Чувствує себе, що становишся вже немножко мужчиной Там, настоящим Не юнцом, а вже становишся мужчиной Начинаєш ценить дружбу Товарищей, вот Потому що без дружби это там Не обойдеться без этого Как сто Можна становиться Сергій не зміг далі продовжувати 14 років, як він повернувся з Афганістану Але все одно душа продовжує боліти Син із задоволенням примиряє батьківський китель Але своє майбутнє із військової служби не пов'язує Ярослав мрій стати тренером Бо дуже захоплюється спортом По-перше, Ярослав розповів нам останні футбольні новини Клуб «Динамо Київ» продав Андрія Шевченка в Мілан Ну, ще тот же клуб «Динамо Київ» продав Сергія Реброва в англійський клуб «Тутетхем» Ну, ще щось Німецька Барселона викупила Німецька Барселона продала Мадридському Реалу Ігрока Луіша Фігу Потім Ярослав продемонстрував нам один із комплексів теквандо До речі, хлопчика не беякий успіх у цьому виді спорту А тиждень тому він навіть отримав жовтий пояс Так, і у мамо, і у доньки росте як безстрашний захисник Ви могли б назвати такі качіства, які ви цінюєте своєю муше? Прежде всього я його ціню за його душевне качіство Він у нас человек мягкий Такой Понимаючий, любящий Ценю за то, що він любить дітей Він їх не любить, він їх просто обожає Обожає дітей Ну, я не можу сказати, за що я його люблю Але це чувства Вот люблю таким його, какой він є Со всіми його достоинствами, со всіми його недостатками Очень прекрасна мать Дітей любить Очень сильно Прекрасна хазяйка она В домі Качество Очень мало Старається вникнути в кожну Между дітьми ссори Там иногда случається не так, що Сразу вникає з чого І за чого, хто прав, хто виноват Надо сразу розібратися Вона в цьому, кстати, молодец Ви пам'ятаєте, із чого розпочалася історія родини Мартинюків? Музика Музика Редактор субтитров А.Семкин